Не слишком ли рано вы приехали на свадьбу? Я могу проезжать к дочери в любое время. Что-то о вас мало было слышно. Я не кричу вокруг, чтобы обратить на себя внимание. Вы на что намекаете? Я трачу много сил на эту свадьбу, а вы ничем не помогли ещё. Может не стоит брать на себя так много, чтобы не было потом плохих последствий? Вы даже не приехали познакомиться со мной и моим сыном? Вам всё равно на судьбу детей? Не вижу смысла в нашем с вами знакомстве. Они взрослые и справятся сами. А с вами я не собираюсь тесно общаться и отмечать совместные семейные праздники. Я продерживаюсь понятия, чем дальше идти вроднее. Думаю, достаточно знать, что дети счастливы. И не важно, что думаем мы. Они дети и делают такие же детские ошибки, но у меня всё под контролем. Конечно, когда вы здесь всё под контролем, верно? Я не понимаю вашего сарказма, дорогая Марина. Но хорошо, оставлю вас. У меня много дел, и я ухожу. Планирование свадьбы занимает много времени. Увидимся в другой раз. Я не хочу слышать ни слова. Мне придётся смириться, что это мать моего парня. У нас было мало времени с ней познакомиться, но я уже устала от этой женщины. Когда ты хочешь, чтобы мы пошли за моим костюмом? Как только мой доктор поправится, ты сможешь пойти с ним и выбрать наряд. Отлично. Всё будет сделано, как ты скажешь, милая. Аня, но ты ни разу не назвала его по именем. Имя? Как такое возможно? У вас скоро свадьба, общий ребёнок, и ты до сих пор не знаешь его имени. Так получилось, что я не помню. Неужели он ни разу не называл своего именем? Не могу вспомнить. Может и называл... Так, без паники. Мы всё выясним. Его имя совершенно легко выяснится. Да, точно. Сходим в больницу и узнаем. Нет, Рита, мне будет стыдно спрашивать. Вдруг меня там узнают? Они посмеются, что будущая жена не знает имени того, за кого выходит замуж. Не будет никто смеяться. Может быть у тебя вообще амнезия? Ты же пришла в больницу за помощью. Может его имя написано на кабинете? Но в этом кабинете работает не только он. Поэтому мы можем перепутать его имя с именем другого доктора. Давай тогда я спрошу. Меня они точно не узнают. По-моему, тебя уже знают все больницы. Но вообще-то я умею маскироваться. Забыла? Что еще за пресноводных моллюсков притащила, разрази меня гром? Рита? Это же ты. И с моим попугаем. А что тут происходит? Леон? Эм, я не Леон. Ребята, да что с вами? Может быть у меня случился солнечный удар, и я нахожусь в прыду? Я Леон Корюк. Тысяча вонючих чипсов. Ты чего так долго? Ты сама убирала пистолеты. Руки вверх, пачалыга подкельная. Не видать тебе сокровища, как чипсов в моем желудке. Но это же водные пистолеты. Перестань шутить с капитаном, если не хочешь на дно к акулам. Или проверим действия моего оружия. А, нет, нет, я молчу. Да уж, давай только без твоих супер маскировок. Ты хочешь узнать имя доктора перед алтарем? А вдруг оно смешное, ты рассмеешься прямо на свадьбе. Такого точно не будет. Мне не важно, какое у него имя. Я люблю его. Ты любишь имя, не зная именем. Я люблю человека в первую очередь. Ага, будешь всегда называть его человеком? Человек, я люблю тебя. Человек, как дела? Человек, покорми нашего сыночком. А сын в ответ. Спасибо, человек. Он сможет называть его папой. В этом преимущество детей. Но тебе срочно нужна моя помощь. А есть проверенный способ выяснить? Маскировка. Добрый день. Я пришла записаться на прием к доктору. Какому доктору вас записать? Ну, он такой кучерявенький, рыженький. А волосы чуть поменьше, чем у госпожи Клементина Веру. Я не понимаю вас. Мне нужен хирург. Чтобы попасть в хирургу, надо взять направление у терапевта. Это срочно. Я не могу ждать. Я не вижу срочности. Поэтому в порядке очереди. Ладно, я запишусь на свободное время к терапевту. И какой же у меня талончик? Ага, шестой. Ну, ладненько. На что жалуетесь? На боль в ноге. А можете рассказать поподробнее? Я думаю, хирург определит, что со мной. Дайте, пожалуйста, направление. Чтобы мне выдать вам направление, я должен понимать, что оно вам действительно нужно. А разве не видно? А? Не видно, что у меня проблемы с ногой? Я упала и не могу ходить. Но вы зашли в кабинет совершенно нормально. Эй, послушайте. Моя подруга выходит замуж. Её муж доктор. А мне надо выяснить его имя. Я думаю, вам нужно направление не к хирургу, а к психиатру. Аааа, скоро вам тоже придётся идти за направлением к хирургу. Если вы мне немедленно не поможете. Я понятно объясняю? Малуань, я же говорила, что раздобуду направление к хирургу. Можешь поздравить. Сейчас я открою список врачей. Рита, а какой в этом смысл? Доктор не работает из-за травмы. Ты не запишешься к нему на приём сейчас? Святые чипсы. Женщина, ты права. План провалился. Ты выйдешь замуж за неизвестно кого. Наверное, он разозлится, когда поймёт, что я не знаю его имени. Можно предложить отправиться в поездку и для броненомера потребовать документы. Какая поездка, если он не может ходить? Ему нужно находиться дома. Друзья, напишите в комментариях, как нам выяснить имя доктора. И поставьте лайк, чтобы свадьба состоялась. Нам очень нужна ваша помощь, родные мои. Всё надо отменить. Вы меня понимаете? Мэм, я не знаю, будут ли у нас свободные комнаты потом. Наше место пользуется популярностью. Поймите же, мой сын в инвалидной коляске. И лечение займёт у него некоторое время. До полного выздоровления осталось всего две недели. Свадьба будет отложена. Но узнает ли пара? Ох, не волнуйтесь. Я скажу им, когда придёт время. Сейчас на первом месте. В выздоровлении моего любимого ребёнка. Смотри, Ань. Теперь я могу ходить на костылях. Ко дню свадьбы я буду готов идти к алтарю. Ты чемпион! Я люблю тебя, моя любовь! А я люблю тебя. Алло. Мисс Аня, мать вашего парня только что отложила свадьбу ещё на две недели. Мне нужно ваше подтверждение. Что она сделала? Твоя мама отложила свадьбу ещё на две недели. Но мы и так её постоянно откладываем. А, почему она делает это, не посоветовавшись с нами? Дорогая, не плачь. У моей мамы наверняка были причины отложить свадьбу. Но она должна посоветоваться с нами, прежде чем делать это. Дай мне поговорить с ней, когда она вернётся домой. Мне сейчас лучше уйти. Я так зла, что хочу сказать плохие вещи, которые ты бы не хотел услышать. Боже, моя мать и её самоуправление всё испортят. Мне придётся серьёзно поговорить с ней. Почему эта женщина всегда мешает? Я теряю желание выходить замуж. Друзья, поддержите меня морально своими лайками и тёплыми комментариями, если вы хотите, чтобы я продолжила подготовку к свадьбе. И подпишитесь на канал, чтобы узнать, когда будет свадьба. Я люблю вас, семья. А, Ню, как дела? Что ты здесь делаешь одна? Ты должна быть с доктором, строить планы на свадьбу и медовый месяц. О, Рита. Мама доктора слишком занята нашей свадьбой. Одно дело, что она помогает организовать свадьбу. А другое дело, что это она всё организует. Но что случилось? Я больше не выхожу замуж с линим платьем, потому что это она сказала, что хочет носить синий. А я должна выйти замуж в белом. Она также изменила дату свадьбы на две недели позже. И так далее. О, нет. Светы и чипсы. Ничего себе. Она ещё хуже моей свекрови. Ты помнишь, как прошёл мой медовый месяц? Мам, что ты здесь делаешь? Оставь меня и Риту в покое. Я уже взрослый и могу сам принимать решение. Сынок, я же ведь тебе добра желаю. Самого лучшего. Брось ты эту Риту. Она не заслуживает твоего внимания. Я её люблю и никогда не брошу. Сынок, она ничего не умеет, кроме чтения алфавита от Рижкой. Зато с ней никогда не заскучаешь. Девчонка не думает, а сразу делает. Из-за этого случаются одни проблемы. А ещё она больше похожа на пацанку, чем на леди. Да вы сговорились, уходите из моей квартиры. Братик, кто же позаботится о тебе? Накормит, постирает и погладит одежду. Уберётся в комнате. Я сам о себе позабочусь. Сынок, давай я постираю. Если есть грязные одежды, передавай. Ой-ой, явилась гуляка. А что, я не могу проводить свободное время в одиночестве? Вышла замуж, чтобы быть одна? Какое ваше дело, мамочка, уходите. Не груби моей маме, иначе будешь иметь дело со мной. Да я тебя сделаю в приставке на раз-два. Хватит ругаться, вы же семья теперь. Давайте лучше поможем собраться Рите и Леону в свадебное путешествие. У нас пятизвёздочный отель, всё включено, выбирай любой напиток. Ого, целый день живём как короли. Даже сладости положили. А какая мягкая кровать, я сейчас усну. Вставай, Рита, нельзя спать, у нас всего один день. Поправка. Два дня. Но ночь-то одна. Кто это? Наверное, обслуживание номера. Привет-привет. Мама, что ты тут делаешь? Приветик. И ты, сестра, что здесь забыла? Вы что, решили испортить наш медовый месяц? Как эта родная мать может испортить медовый месяц своим детям? Да я уже никогда не забуду, как твоя мама и сестра отправились с нами в наш медовый месяц. Смотри, какой большой выбор купальников. Ну, может, такой мне взять, как думаешь? Рита, мне просто сказочно повезло, потому что у меня есть самая красивая женщина на всей планете. А я сейчас не поняла, ты нашёл кого-то? Нет же, я про тебя, моя богиня. Ты моя награда. Меня ещё никто не сравнивал с наградой. Просто я знаю твою любовь к приставкам, и твои рекорды никто не может побить. Так вот, моя любовь – это такая же награда, как для тебя победа в приставке. Леон, я хочу всегда с тобой быть вместе. Нам так повезло. У-ху! Ой, Ива и здесь. Как здорово, вся семья в сборе. А что, другого бассейна не нашлось? Ну, все были заняты, и мы решили поискать другой. Какое же совпадение. Плавайте, мы не будем вам мешать. Вообще хотели позагорать. Да чтоб вы обгорели на солнце и превратились в креветок, которых сидят сегодня на морском вечере. Но у этой истории есть большой плюс. И какой же большой плюс? Счастливый финал. Ох, как жаль, что отпуск имеет свойство заканчиваться. Не то слово. Растегните ремни безопасности. Ого, она пытается заботиться о нас. Мам, это так мило. Надо почаще так делать, да? Милая, нам не хватает чемодана. Надо пойти проверить. Я с тобой, Леон. Хорошего вам полета. Мам, они пожелали нам хорошего полета и ушли из самолета. Нас обхитрили. Проверьте, пристегнуты ли ремни безопасности. Мы взлетаем. Милая моя Рита, люблю тебя безумно. Пусть говорят, что быт убивает чувства. Это не о нас. Моя любовь к тебе не иссякнет никогда. Давай выпьем эту безалкогольную пинаколаду за нас. Мы должны что-то сделать с этой дамой. Доктор собирается поговорить с ней. Надеюсь, это сработает. Привет, дорогой. Я дома. Ух ты, кажется, ты быстро поправляешься. Эй, мам, ты не можешь менять даты, не посоветовавшись с нами. Это моя свадьба, Иоанне. Ты можешь помочь нам, но не вмешивайся. Дата свадьбы остаётся той же, хорошо? О, это так грустно слышать. Раз в твоей жизни появилась другая женщина, теперь ты бросаешь свою мать. Я просто хотела, чтобы ты полностью выстрелил. Чтобы тебе не было некомфортно. Ма, я думаю только о тебе. И о том, чтобы ты был счастлив. Я знаю, мама, но лучше спроси меня перед тем, как это сделать. Ладно? Я не пошевелю больше пальцем. И не буду ничего делать, пока твоя девушка не попросит меня. Потому что я знаю, что это её дело. Ну, мама, мы не закончили разговаривать. Аня не виновата в этом, ты виновата. Ох, когда она так рассуждает, виноватым чувствую себя я. Давай остави мне взгоды в стороне. Ты должна быть счастлива. Все будущие невесты счастливы. Ведь ты собираешься разделить джинс с любимым человеком. Привет, девочки. Мы вернулись из магазина костюмов для свадьбы. Я всё же нашёл подходящий костюм, чтобы сочетать его с твоим синим платьем. Я больше не ношу синий. Почему? Мать доктора купила это платье и заставила Аню надеть белое. Как такое могло случиться? Когда ты была совсем маленькой, ты хотела выйти замуж голубом. Оставим как есть. Всё будет в порядке, если я пойду в белом платье. Нет, не в порядке. Твоя мечта больше не сбудется. Я вернусь. Мама, куда ты идёшь? Думаю, она собирается поболтать с твоей свекровью. Боже мой, папа, всё уже решено. Ань, отпусти маму. Она знает, что делает. Я не знаю, почему мать Аня не хочет поговорить со мной. Мы с этой дамой никогда не ладили. Привет, Раймунда. Как дела? У меня всё хорошо. Спасибо. Но давайте перейдём к делу. Зачем вы меня сюда позвали? Есть проблема. Вы не можете оплатить долю невесты. Имейте в виду, со своей стороны я буду платить только за то, что мне соответствует. Не заблуждайтесь, Раймунда. Мы можем заплатить свою часть и больше. Попробую сказать яснее. Лучше, если мы не будем вмешиваться в свадьбы наших детей. Они организуют её как хотят. И давайте поладим ради их счастья. Я так и думала, что моя помощь никому не нужна. Поэтому я буду в тени во время всего этого. Да, кстати, Аня выйдет замуж в голубом платье. Я думаю, вам следует изменить цвет своего платья. Так как вы всё равно собираетесь быть в тени. Вас не увидит. Невеста главный герой. Пока. Такая плохая атмосфера. Ради бога. Ах, эта дама такая грубая. Теперь мне нужно сменить платье. Ну что ж, я надену белое и буду похожа на невесту. Мэм, вы заплатите сейчас или вы хотите что-нибудь ещё? Что? Вдобавок ко всему, она уходит не заплатив за меня. Это невероятно. О боже, девочки. Это становится большой проблемой. Мама Аня пошла поговорить с мамой доктора. Потому что та изменила дату свадьбы по своей прихоти. Святые котики. О чём думает эта женщина? Я должна была вырвать больше волос с её головы. Так как, очевидно, она не научилась правильным вещам. Госпожа Клементина Леру, не стоит волноваться. Свадьба всё ещё в тот же день. Это здорово, потому что тройняшки сходят с ума. Им уже не терпится примерить свои платья. Но я им запрещаю. Хорошо, малышки. Обращаю внимание. Вы должны пойти с корзинкой полной лепестков и бросить их на землю. Но тройняшки, кто сказал вам прийти в свадебных нарядах? Мы просто хотели увидеть их. Чтобы сделать репетицию более реальной. Они такие крутые. Оставьте эти платья в хорошем состоянии. Потому что если ваша мама узнает, она отрежет мне уши. Хорошо, Нари. Мы переоденемся. Пойдёмте, девочки. Я тоже хочу примерить костюм. О нет, оставь костюм на день свадьбы. Если нет, ты будешь носить подгузник, слышишь? Бери пример с меня, Марио. Я пришёл на репетицию в плавках. Но мы не собираемся нырять в воду. А я вынырну из воды, когда подарю кольца жениху и невесте. Нет, Доминик, мы так не планировали. Сюрпризы не вносят в планы. Давайте следовать сценарию, ребята. И когда я должен подарить кольца? Когда говорят да. А если есть кто-то, кто против свадьбы? Боже, давайте перейдём к репетиции. Потому что приближается свадьба. И это будет катастрофа. Никто не будет сопротивляться этой свадьбе. Договорились? Коллеги, у нас 224. У этой дамы приступ паники. Это несерьёзно, так что не волнуйтесь. Что значит несерьёзно? Я умираю. Кто-нибудь дайте мне кислородную маску. Мы отвезём вас на четвёртый этаж. Успокойтесь, вы не умираете. И если вы расслабитесь, этот дискомфорт пройдёт быстрее. Они должны отменить свадьбу. Я больна и не в состоянии пойти. А как они могут пожениться без меня? Да, никак. Никак не поженятся. Свадьбы не будет, скажите, доктор. Пожалуйста, скажите. Разве это госпожа не будущая свекровь Аню? Мне тоже так показалось. Вот почему она хочет остановить свадьбу. Она против их свадьбы. Такая мыльная опера. Хорошо, мэм. Мы дадим вам успокоительное. Мы в порядке. Это был просто небольшой приступ тревоги. Я не в порядке. Это нормально. Свадьба требует большого напряжения. Через несколько часов вы сможете идти домой. Как ни в чём не бывало. Позвоните моему сыну. Я хочу увидеть его в последний раз. Не драматизируйте. Все дети женятся. И ваш сын не первый. Потом придут внуки. Вот увидите. Все будут счастливы. А внуки? Нет! Я не хочу внуков. Я не люблю детей. Мой любимый сын. Твоя мать умирает. И я не увижусь с тобой. Хорошо, мэм. Мы позвоним вашему сыну. Добрый день. Я доктор Эрнандес. Я звоню из больницы. У вашей матери приступанники. С ней всё в порядке, но она настаивает на том, что умирает. И хочет увидеть вас в последний раз. Что? А, ну я в инвалидной коляске. Хорошо, я позвоню своей девушке, чтобы она отвезла меня туда. Мэм, всё устроено. А теперь оставайтесь на месте. Ваш сын идёт. Но мой сын не может сам ходить. Ах, я не доживу. О нет, я не смогу добраться самостоятельно. А если попрошу Аню, то она рассердится. Что же теперь будет с моей мамой? Привет, дорогой. Как мой будущий муж? По правде говоря, ты должна отвезти меня в больницу. Что? В чём дело? Тебе плохо? У тебя болят ноги? Ты упал? Нет, дорогая. Это не я. Это моя мама. А, хорошо. А что случилось с твоей матерью? Ну, видимо, у неё случился приступанники. Разве она не встречалась с твоей мамой, чтобы поговорить о свадьбе? Как это связано? Я не знаю, какое отношение моя мать имеет к беспокойству твоей матери. Это не твоя мама. Это моя. Я ничего не понимаю. Милый, я отвезу тебя в больницу. Но ты знаешь, что твоя мама бойкотирует нашу свадьбу. О, мой сын. Как здорово, что ты успел приехать и услышать мои последние слова. Хорошо, мам. Мы все знаем, что это просто приступанники. Во всём виновата твоя мать. Она угрожала отменить свадьбу. Смотри, у меня уже готово моё голубое платье. И твоё белое сияющее платье почти доделали. Я не думаю, что моя мама сделала что-то плохое. Она просто хотела поговорить с вами. Но я уверена, что она была очень добра. Ну, Аня, иногда у твоей матери такое отношение. Я не поняла. Ты хочешь сказать, что это моя мать виновата в том, что твоя мама такая любопытная? Аня, не говори так о моей матери. А ты о моей так не говори. Я думаю, мы должны отменить свадьбу. Кажется, ты не ладишь с моим сыном. Прости, сынок, но твоя будущая жена, как и её мать, с очень скверным характером. Ладно, свадьба отменяется. Аня, не надо, подожди. Не волнуйся, сынок. Ты всегда можешь найти кого-нибудь получше. Друзья, помогите мне пройти через это. Я буду ждать вас в следующей главе. Да здравствует видеоигры и пицца всем моим подписчикам.